Шаббат шалом И переживаю страх Божий Так со мной произошло, когда я пыталась разобраться с тем, чем хочу сегодня поделиться Я редко, когда прихожу с таким вот распечатанным вариантом Давайте помолимся Господь, я знаю, когда Ты желаешь этого, Ты можешь открыть небо И мы можем Тебя видеть, переживать Мы можем просто в этот момент по-особому знать Тебя Ты открывал небеса Стефану Ты сказал, что ученики, они будут все время видеть небеса отверстами И ангелов, сходящими, восходящими на небо И с неба к нам Я молюсь о таких временах Они нам очень нужны, как воздух, как вода во время жажды Нам очень нужно такое время, когда мы просто по-новому живем особой верой Особым ощущением, особым переживанием Твоей близости, Господь Я молюсь о таком времени для нас сегодня Я знаю, что Ты всегда рядом Я знаю, что Ты никогда не оставляешь своих Ты обещал, что будешь всегда поддерживать И Ты для этого и послан Руаха Кодес, чтобы быть рядом Но мы не всегда можем это ощущать Я молюсь, дай нам милость такую сегодня Дай нам переживать, Господь, нечто Молюсь ради славы имени Твоему Амин Аллилуйя Для меня, не потому что я так сильно захотела в этом разобраться Мне пришлось изучить некоторый вопрос Есть такие хорошие, добровольно-принудительные вещи И так было для меня Мне нужно было исследовать один вопрос Написать кое-какую работу богословскую И я взялась за нее И мне не было интересно Почему? Потому что у меня было сложенное мнение По данному вопросу Я думала, о чем-то можно столько читать И тем более писать Когда все для любого верующего человека Даже новообращенного понятно Мне нужно было написать 16-20 листов работы о Сыне Человеческом И я подумала, что нужно писать так много По мере чтения разных книг У меня их вот так на столе было много По мере чтения Я перепроверяла кое-что в писании Потому что сталкивалась с вещами Как выяснилось для меня незнакомыми Я находилась в большой библиотеке Одна И я пережила Знаете, такое впечатление Как будто бы небеса Они стали очень близкими Я облокотилась на спинку стула И я просто переживала Невероятное Вот, наверное, как Можно сказать, что страх Он как бальзам Я переживала страх Божий И это не боязнь Это почтение К почтению к личности Почтение к великому царю Почтение кому-то, кого я до конца не могу объять своим разумом Это было очень близко И я знаю, что академически Такое передать нельзя Нет слов Для того, чтобы описывать Реальность Божьего присутствия Но мы как-то пытаемся Мы находим эти слова Я попытаюсь что-то сделать сегодня Почему я не думала Что мне может быть так интересно Много читать о Сыне Человеческом Потому что я всегда знала И так думала И так думают многие люди По крайней мере в моем окружении Что Сын Человеческий Все тут понятно Кто такой Сын Человеческий Это слова, которые указывают на Человеческую природу Мессии Ну так, в общем-то Отцы ранней церкви Ну как только письменность То, что у нас сохранилось Из ранних трудов Так они на слово Сын Человеческий Смотрят как на указание На человеческую природу Бога Мессии Когда я начала смотреть Как это звучало И что это вообще напрямую значит Получилось Я смотрю, это абсурд Вот объясню Вот представьте себе Учитель Ну, например, Саша Учит в институте И говорит Здравствуйте, человек Сегодня будет преподавать тему Мессия в Новом Завете Человек хочет, чтобы вы Сегодня были особенно внимательны Человек хочет, чтобы вы не опаздывали Приходили вовремя с перемен Человек с вами прощается До завтра человек И вначале это может выглядеть как шутка Но потом вы начнете задумываться Или он нам хочет какой-то посыл Что-то нам особенное сказать Или он Что-то с ним случилось Потому что так люди не говорят Точно так же Эта фраза Сын Человеческий Человеческая Она не была популярной Так не говорили То, что мы с вами читаем Это как один учитель предложил Это как калька Которую наложили на арамейский Что-то перевели И что-то нам в греческом получилось Это оборот, которым не пользовались Это неестественная речь была Ну, потому что это означает Некто Или особь человеческого рода Вот если буквально Так не говорят Я люблю слушать маленьких детей И для того, чтобы они поговорили Особенно если ребенок разговорчивый Я начинаю задавать вопрос Ну, не все дети любят разговаривать со взрослыми У нас вообще не есть одна девочка Она когда говорит Я сажусь послушать Она щебечет много И очень прикольно Слова путает Или вот, ну, замечательно разговаривает И однажды я подошла к ней И спросила Анечка, как дела? Она обычно так говорила Всегда так говорила Ну, нормально Вот Ну и все И как бы разговор закончит И я думаю У меня есть время Поспрашиваю А вдруг поговорить со мной Она петь очень любит Ну, под настроение, конечно Я говорю А у мамы как дела? Мама сидит рядом Она говорит Ну, не очень Я говорю Почему не очень? Она говорит Ну, человек нужен А дело в том Что папа Уже его месяц не было Он уехал за границу И папы в доме месяц не было И она говорит Ну, не очень Ну, человек нужен Я говорю Какой человек? Она говорит Ну, папочка мой дорогой Это было настолько мило Но мы понимаем Что взрослый так не разговаривает Когда употребляет слово Человек Тем более о себе И вот Иешуа все время Говорит о себе Я сын человеческий Ну, это Если понимать Вот в культурном контексте Того времени Мы или что-то не так читаем Или не то он имел в виду Особенно для сторожевой башни Это для свидетелей Егов Очень интересное выражение Они говорят Ну, вот он же сам о себе говорит Что он человек Сын Адама Он же везде утверждает Что он сын человека Значит, человек Ну, то есть Никак не Бог И интересно то Что к нему Так никто не обращался Никто не Вы можете посмотреть Проверить Писание Ни ученики Ни народ Никто к нему не обращался Сын человеческий Так говорил о себе Только он сам И что он говорил Что он говорил вообще Ни сын человеческий Фраза Я буду говорить В общем о народе Ни сын Божий В еврейской культуре Не были очень понятными Во-первых Потому что сын Божий Вообще у греков Сыны богов Это не народная Не еврейская культура Сын же человеческий Вот я приведу Сейчас несколько фрагментов Из Писания Они очень ясно показывают Что не все понимали Или вообще не понимали Что Ишуа говорит Когда на себя так указывает Он говорит слепому Он задает слепому Вопрос и говорит Веришь ли ты в сына человеческого Тот отвечает ему А кто он такой Чтобы мне веровать в него Не совсем это было понятно То есть веришь ли ты в человека В каком смысле Тут задает вопрос Не совсем ясная формулировка Как реагируют иудеи Когда Ишуа Когда говорит о смерти Сына человеческого Мы слышали из закона Что Мессия пребывает вовек Ты же говоришь Что должно быть вознесенным Сыну человеческому Кто это Сын человеческий Вопросы задавались Как простонародью Как люди Амхары задавали вопросы Так и знающие Ну скажем так Теологи Богословы задавали вопрос Не все уж так было Тогда ясно и категорично Я прочитаю Несколько отрывков Из Танаха Которые говорят о Мессии И почему я хочу Их предложить Вашему вниманию Потому что Скажем так Мы не ожидаем От народа Богословского понимания Но мы предполагаем все таки Что саддукеи Фарисеи Они знали пророчества Они все таки Ожидали Мессию И у них были Разные Но были представления о нем Когда же исполнятся те дни Второе царство Седьмая глава Когда же исполнятся те дни И ты подчаешься С отцами твоими То я восставлю после тебя Семя твое Это обещание Давиду Которое произойдет Из чресел твоих И я упрощу царство твоего И он построит дом имени моему Я утвержду престол Царство его навеки Когда речь идет о О царстве Каком-то О каком-то царстве Которое Которое будет От Давида Все время Речь идет о вечности И о чем-то Не совсем земном Ну Либо это поэзия Аллегорическая Либо это обман Или сказка Либо речь идет о чем-то Неземном Однажды я поклялся Я читаю из псалмов Однажды я поклялся Святостью моею Солгу ли я Давиду Семя его прибудет вечно И престол его Как солнце Передо мною Вовек будет тверд Как луна И верный свидетель На небесах На небесах Вечно Когда Говорили Или ожидали Или думали О Мессии Все-таки Проскальзывала Такая нотка Что этот Машиех Не совсем человек Но мы понимаем С вами Что Израиль Особенно Первый век Это все-таки Не библейский Институт Все люди Не учились И не разбирали Тексты Писания И вы понимаете Да Как-то Как-то все-таки Больше народное было Понимание Представление Особенно если Смотреть на то Что происходило В то время Сколько было Иудейских течений Сколько школ Сколько Разных взглядов Умножению Исаия 9 глава Умножению Владычества его И мира его Нет предела На престоле Давида И в царстве его Чтобы ему Утвердить его И укрепить его Судом И правдой Отныне И до века Ревность Господа Саваофа Сделает это Мы имеем Такие обетования Которые Прочесть Интеллектуально Ну Не получается А раб Мой Давид Будет царем Над ними И пастырем Всех их И они Будут ходить В заповедях Моих И уставы Мои Будут соблюдать И выполнять их И будут жить На земле Которую я дал Рабу Моему Якову На которой Жили отцы Их И там Будут жить И дети Их И дети Их Вовеки Аминь И раб Мой Давид Будет князем У них Вечно Особенно Как это читать После его смерти Какой Приходит Приходит И учит Это еще Это еще Конфликт Много Непонимания И еще Это парадокс Это парадокс Не особенный Так должно быть Так должно быть С тобой Что ты Не имеешь Где голову Преклонить Это парадокс Это непонятно И еще Он говорит Что сеет доброе семя Он сеет доброе семя Он не творит зла Однако Он все равно Будет подвергаться Гонением И ученики За него Будут подвергаться Гонением Вообще На самом деле Не все было просто Не все было просто Когда мы читаем Как один рэб Говорит Библию И задом Наперед Мы сквозь Свою теологию Когда нам все Сегодня понятно Смотрим И говорим Я встречала Были у меня Такие диспуты Когда молодые люди Из одной Евангельской церкви Мы ехали в поезде У нас было Длительное Совместное путешествие Они очень были Возмущены Искренне Как они так могли Отвергнуть Бога Ведь Ну как Что тут непонятного Он пришел Он все доказывал Какой он Кто на них взяли Отвергли Они искренне Возмущены были Значит Поведением Израильтян Того времени Но Мы Мы видим Что противоречий Вопросов Сомнений Достаточно много И еще Совсем непонятно За Ишуа Стоит Бог Он являет Показывает Свою отцовскую любовь Он являет силу Он являет знамение Демонстрирующее отца Уже народ идет За ним И видит Что он являет отца И тут же он говорит Хулан На Хулан На сына человеческого Она простится Хулана Духа святого нет Он до какого-то Времени Знаете Проводит четкую Границу Он как бы Разделяет Внутри себя Человека И отношение К человеку И Бога Отношение К Богу Понимая Что его Мессианская роль Она вызывает Противоречия И он наверное Может многих Обидеть Например Иуду Он сильно Разочаровал Потому что Иуда хотел Чтобы он Воцарился Был На троне И у Иуды Все в жизни Замечательно Сложилось При таком Равине Он разочаровал Иуду Он не решал Какие-то вопросы Так как хотели Этого люди Наверное Народ был с ним Не согласен Какая-то часть Народа Мы видим Что сами Братья его Вот там С матерью Шли Взять его Однажды Но запереживали Что с ним Не все в порядке Они ему говорили Как что и делать Они его воспринимали На уровне брата Такая семейная Ну Фамильярность Такое было И он Понимает Это И он говорит Сына Хула На сына Она Простится Но Если будет Хула На Духа Святого Это непрощаемый грех И я Вокруг этого вопроса Очень много Полемики Противоречий Тоже Это не совсем Ясно За что Вот если люди Не понимают И Может быть Не из этой кухни Я приведу Другой пример Из Писания Есть Три вида греха Это Состояние человека Это уже Слушать Слушать лекции Почему даже Без лекции Как раз Это переживали Это люди Которые 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 знали Бога Бог Являл себя Им И открывал Себя Им И потом По какой-то причине Я думаю Что это Результат Это не начало Но вот Он был Он был Он был тоже Ну Не знаю По крайней мере Могу сказать Что для меня Какие-то вещи Стали более понятными Когда я Об этом читала Петр Говорит Петр Говорит Ишуа На вопрос За кого меня Люди Почитают Он говорит Ты Мессия Он признает Его Мессией Да И Это происходит В Кесарии И вы знаете Это тот Момент После Только после Этого Только после Этого Утверждения Ишуа Начинает О себе По-другому Рассказывать До момента Пока Его тот Не признает Машиехом Он говорит Да Бог Тебе это Открыл Он не рассказывает Своим ученикам О том Что ему надо Будет пострадать Они до этого Момента Не слышат О его смерти Ничего подобного Но вот После этого Он начинает Рассказывать Как бы Будущее Открывать И он Говорит Два новых Момента Раскрывает Он рассказывает Будущее Своё О страданиях Мы часто Это уже Встречаем Что он будет Предан Что он пострадает От старейшин И так далее И потом Ученики Начинают Впервые Сталкиваться С новостью О том Что ему Надлежит Умереть И это Совсем Не вписывается Совсем Не вписывается В ожидание Понимание Да мы признали Что ты Мессия Да мы Даже понимаем Что ты Как-то Не совсем Вот простой Человек И пророки Говорили Об этом Вторая глава Он говорит Иуда Целованием Придашь Сына Отрицание Почему Ну давайте Одна из версий Он рыбак Он не садуке Не фарисей Он рыбак Он простой человек И возможно Он теологически Неграмотен Может быть такое Он не знает Всех этих пророчеств Он не разбирал Эти тексты Мы не особо В писании Видим Что Ишуа Там сидит И говорит Давайте Тору Почитаем Вот Оно было Наверное Но мы Вот Немного Ну можем Где-то там Найти что-то Но Этого очень Мало Как Чтобы разбор Писания был И Он не видел Мессию Как страдающего Раба И он не мог Это принять Он Трижды Говорит О своих Страданиях Все равно Знаете ли Вот Не вмещается Это Несостыковочка Однажды Это была Моя вторая Поездка В Израиль И В эту Вторую поездку Я взяла С собой Несколько Служителей И она Была Частная Так Я приезжаю В Израиль Не по приглашению В какую-то Общину Служить Так Я захотела Для меня Очень важно Было Израиль Увидеть Глазами Жителя Простого Израильтянина Быть в домах Смотреть Что происходит Не со стороны Приглашенного Служителя Со сцены Вот так И Это была Моя вторая Поездка Я Помолилась Я очень Люблю Тратить Время И мне Нужно Знать Я отдыхаю Или что я делаю Мне нужна Определенность А это Такая была Вообще Все время Неопределенность И еще Я везу людей И вот Саша знает Это риск Когда я Куда-то Кого-то Везу Ну то есть Я могу Не туда Отвезти Если Может Такое Случиться И за себя Мне не страшно Мне привычно Но тут Ответственность Еще люди И для меня Это были Переживания Потому что Ответственность В таком Случае Она Не дает Расслабиться И Я помолилась Я говорю Господи Едем Че едем Куда едем Вот Не совсем Ясно Я очень хочу Сделать Вот Какую-то Судьбоносную Встречу Мне нравятся Судьбоносные Встречи Когда ты Для кого-то Или кто-то Для тебя Может быть Ангелом Ну чтоб Я как-то Вот Четко Понимала Что была У этой Поездки Цель Что ты В этом Был И вот Представьте Себе В общем Я не буду Долго Вас Мучить Как мы Через Бухарест Туда На машине Ехали И как Когда нам Нужно было Сесть На автобус Трусили все Карманы У нашей Знакомой До двух Часов ночи Чтоб собрать Мелочь На транспорт И я думаю Как Можно приехать В чужую Страну И не подумать Про деньги А в Иерусалиме Нас 7 утра Ждут То есть Как ждут Автобус Просто поедет И никто Нас ждать Не будет И мы Не можем Туда добраться В общем Такой Кипиш Был Это был Кипиш В общем Все Вот так Было И во всем Этом Что делает Бог Знакомая Черновицкая В доме Который Мы остановились Знаете Мне тут Понравилось Как рассказывал Один служитель Как одновременно Женщины Разговаривают Они говорят Обо всем Сразу И главное Все друг друга Понимают Нас там Было 6 И так Оно Именно И происходило Итак Один служитель Значит Я И еще Один человек Служители Одна Светская Бизнес-леди Вторая Верующая Бизнес-леди В общем Там Что попало Было Знаете И Наша Черновицкая Знакомая Которая Дала нам Приют На ночь Она Пригласила Еще одну Израильтянку Израильтянку Там Бизнес Бизнес Дельные Дела И вот Вечером Мы собираемся Поехать На Яфу Посмотреть Это было В Тель-Авиве Поехать Посмотреть На Яфу Уже Поздно И Эта Израильтянка Она Говорит Я вас На машине Подвезу До остановки Я устала Меня дети Ждут Я хочу Кушать Я вас Только до остановки Отвезу И вы Поедете В Яфу На автобусе Окей Хорошо И вот Пока мы Все это Решаем Бла-бла-бла И Она Слышит Слово Нешама А так Называется Фирма Моего Супруга Мы ее Назвали Душа Нешама И вот Весь этот Базар Внезапно Останавливается Она Говорит Как вы Как вы Называетесь Как Потому что Мы в интернете Хотели показать Там сайт Как вы Называетесь Говорю Нешама А вы Знаете Что значит Это слово Я не очень Хотела Говорить с ней О том что я знаю Что значит Это слово Потому что Это религиозная Тема И я не была Уверена Что сейчас В этом доме Вообще Нужно говорить Кто мы Это неверующие люди Я вообще Ее первый раз Вижу И я Не готова Говорить о своей Вере То есть Ну вообще Мы на чемоданах И сильно устали И вообще Это не то время И я пытаюсь Как говорится По подростковому На подростковом Сленге Съехать А она не дает Она говорит Нет Давай поговорим Вы знаете Что означает Это слово Вы знаете У меня не получилось Я сначала Сделала вид Что я не слышала Потом я тихо Скала Ну да Знаю 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 Я говорю Ну да Это так Душа Ну вроде Как больше Дух Она Нет Дух Это она Дух Это она Дух Это женский Род Это жизнь И оказывается Что эта женщина Она очень Осведомленная И она Она занимается Кабалой Иудейской И Кабалой И она Осведомлена В христианских Взглядах Но уже С точки зрения Иудейских писателей Знаете Таких любителей Интернета Неграмотных Ну очень умных Философские Такие труды И вот мы Садимся в машину И она начинает Рассказывать О несостоятельности Взглядов По поводу Иисуса Что вообще Вот почему Рассказываем Всю эту историю И всю эту Прямбулу Потому что Вот представьте себе Эту атмосферу В Израиле Мы садимся в машину Она за рулем Она говорит Она садится рядом Значит Я спереди Чтобы мы продолжали Разговаривать Все мои Подруги И израильтянка Которая нас принимала Вот так сели В машине сзади И она начинает Говорить о том Что Иисус Это не Бог Потому что Он сын Адама Он же сам О себе говорит Я сын Адама Я сын человеческий Говорит Это же естественно В еврейском народе Как можно было Из этого Это не видеть И вот она так Ну Начитана Много об этом говорит Потом возмущается По поводу Что за динарии Какие динарии Здесь Израиль Это же Израиль Здесь всегда были шекели Вот То есть Я там ставила Пять копеек По поводу эпохи Завоеватели Все-таки были Они не шекелями Пользовались И мы начинаем Я Начала ощущать Что наступило Какое-то время Вот она говорит Я еду в машине И я понимаю Это мертвая тишина Во-первых Все замолкли Я понимаю Что вот такая тишина Она непростая И до остановки Я начинаю Вот этот разговор Я говорю Ты слышала Когда-нибудь Что видел Даниил Ты читала Когда-нибудь Даниил Она говорит Нет Знаешь ли ты Что видел Даниил Я хочу Прочитать вам Что он видел Видел я В ночных видениях Вот С облаками небесными Шел Как бы Сын человеческий И дошел он До ветхого днями И поведен был К нему И ему дана Всякая власть Слава И царство Чтобы все Народы Племена И языки Служили ему Владычество его Это владычество Вечное Которое Никогда Не придет И царство его Не разрушится Я говорю Где ты видела Человека Который бы Подошел Лично Лицом к лицу К ветхому днями Что это за сын Человеческий Сын Адама Которому Дастся Вечное царство Не только в Израиле Но над всяким Языком Племенем И народами И этому царству Не будет предела И мы молчали И она проезжает Остановку И вторая Израильтянка Говорит Эй Эй Барышня Куда Куда Ты проехала Остановку Она говорит Нет Ну раз такая Жара пошла Я вас везу В Яфу Какое чудо Есть такие тексты Которые говорят О его личности За ними стоит Самон Когда он Он показывает Недоступную Человеческому Разуму Природу Когда мы вышли Из такси Нас Яфа Уже не привлекала Так сильно И Израиль Был поверьте Неинтересный По сравнению С тем Что произошло В этой машине Когда мы прощались Наши сестры Стоят и говорят Наверное Ради одного Этого разговора Нам нужно было Здесь быть Мы еще не начинали Свои путешествия Царство было Там в машине Когда привели его Когда привели его Это последний суд Последний разговор И он говорит о себе Как о сыне человеческом Если бы он опять же Сказал Я человек Кто бы его обвинил В богохульстве Зачем Первосвященник Заорал Он вышел из себя И он говорит Слушайте Неужели нужны Свидетели Ведь и так Видно Что он богохульствует То что сделал Ешо Он встал перед ними И сказал Фактически Пересказал Слова Пророка Данила О себе Они Знали Что он говорит Они понимали Что он говорит Он говорит Я тот Кто был Приведен К ветхому днями И я тот Кому будет Дано царство Не имеющее предела Когда мы читаем Текст Ну сын человеческий Ну уж какое Богохульство В чем его собственно Говоря обвиняют Что он такого сказал Это было Настолько Мощное заявление Что первосвященник Вышел из себя Почему он себя Не называл Мессией Потому что Та роль В которой Он явился Тогда Народу Она Не была Просто Исполнение Мессианского Предназначения Израиль Ждал для себя Мессии И понимание Народа Не выходило За пределы Израиля Но миссия Которую пришел Совершить Ишуа Как сын человеческий Она была Больше границ Израиля И больше Ожиданий народа И он не хотел Как я думаю Называть Те слова Которые В разуме Учеников Народа Они Ну вот Связаны С определенным Стереотипом Он не хотел Он хотел Этот стереотип Разширить Или Разрушить Возможно Принести Что-то новое Потому что Он пришел Для того Чтобы спасти Погибшее Он пришел Чтобы Воскреснуть И воцариться Для всех Народов И говорит Книга Откровений Иоанн говорит Видит Сукот В небе И там Стоят Не знаю Какое количество Людей Бесконечное Количество Людей И он Говорит Из племен Языков Народов И все Говорят Асана Они Пальмовыми Ветвями Они там Сукот Празднуют В небе И это Народы И они Поклоняются Царю Нашему Царю Израиля И мы Знаем Что Сын Человеческий Он Придет Во славе Отца Со Святыми Ангелами Это Не просто Человек Мы Знаем Что Его Увидят Грядущего На Облаках Силою И Многое Славы А можно Попросить Поиграть Спасибо Ешова Сядет Одесную Силы И Грядущего На Облаках Небесных Мы Знаем Что Сын Человеческий Он Вернется Внезапно Он Вернется В свой День О Котором Никто Из Людей Не Знает Вот Что Мы Знаем О Сыне Человеческом Мы Знаем Что Будут Происходить Неземные Но Сверхъестественные События В присутствии Ангелов При Открытом Небе Все Будут Видеть Это Они Будут Видеть Дословно Грядущего Сына Человеческого В Царстве Своем И Это Не Просто Сын Адама Мы Узнаем Что Он Признает Перед Ангелами Божьими Тех Сын Человеческий Тех Кто Исповедует Ее Перед Человеками Мы Знаем Что Он Мы Предстанем Пред Сыном Человеческим Если Будем Бодрствовать Молиться Когда Когда Мы Думаем О том Кто Предстает Перед Ветхими Днями Это Такое Есть Понятие Не знаю Как его Проще Высказать Есть такое Понятие Трансцендентность Личность Такая Личность Высокая Давайте Поднимемся Личность Необъятная Личность Неизмеримая Вот Кто Сын Человеческий Это Действительно Кто То Когда Я Молюсь Ему Я Представляю Не Человека Который На Картинках Не Человека Доброго Такого Улыбающегося Хорошего Исцеляющего Людей Сын Человеческий Это Больше Чем То Что Видят Глаза Физические И То Что Больше Чем Понимает Разум Человеческий Вот Кому Мы Молимся И Вот Кого Мы Ждем Аллилуйя Господь Мы Поклоняемся Тебе Хотим Тебя Знать Больше Мы Знаем Ты Перед Отцом Небесным Заступаешься За тех Кто Исповедует Тебя Своим Господом Тот Кто Признает Тебя Перед Людьми Тебя Ты Царь Воскресший Ты Царь Над Всей Землей Ты Царь Над Народами Ты Царь Во веки Веков Ты Царь Вечности И Мы Ожидаем Царства Твоего Господь Поклоняемся Тебе Поклоняемся Тебе Сын Человеческий Ешуа Поклоняемся На самом деле, друзья Это очень важное слово То, о чем говорит Ина В нашем образе Очень часто Ешуа Такой себе Добрый Младенец Знаете В ясельках Такое милое создание Которое так хочется Потискать Так как-то Вот просто Так он Или просто Юноша Крепкий Такой Знаете Брат наш По-свойски Можно с ним поговорить И мы так Разговариваем Да Утром Когда молимся Или в другое время Мы говорим Иисус Ты там тот Ты там все Мы в определенном смысле Понебратствуем ему Но знаете что Мы никогда Не станем На один уровень С ним Потому что Он Бог А мы Творение И когда мы Говорим О Ишуа Как О прославленном Царе О котором Говорят Пророчества Которые На многом Непонятные Послушайте Это другая Картина Это лев Это огонь Который Пожирает Все Это тот Перед кем Преклоняются Цари Которых Боится Весь мир Которые Держат Чемоданы С какими-то Там Кнопками Которые Угрожают Всех И они Преклоняются Перед ними Говорят Мы Прах И он Говорит Да Вы Прах А я Всевышний Господь Тот Кто Создал Вас И когда Мы Осознаем Величие Его Когда Мы Осознаем Что Это Не Ручной Котенок Не Иисусик С Который Мы Играемся А Царь Царей Бог Бог Тогда Должен Приходить Страх Божий В нашу Среду Правильное Почтение Правильное Поклонение Потому что Он Достоин Он Достоин Тогда Игры Христианство Заканчиваются Потому что Он Левый С коленой Убит Он Тот Кто Был Есть И Всегда Будет Мы Все Умрем Но Он Всегда Будет Земля Исчезнет Но Он Всегда Будет И Он Всегда Был Он Превыше Всякого Колена Всякого Начальства Всякой Силы И Писание Говорит Что Его Любовь Направлена В нашу Сторон И Никто И Ничто Не Восхитит Нас Из Его Руки И Писание Говорит Что Мы Должны Познавать Что Есть Глубина Что Есть Полнота Что Есть Высота И Познать Превосходящее Разумение Любовь Христа Это Наша Цель Как Творение Познать Всевышнего И На Это Нам Жизни Не Хватит На Это Нам Жизни Не Хватит И Он Говорит Что Вы Собираетесь Во Имя Мое Я Прихожу В Вашу Среду И Он Посещает Вас Более Того Он Поселяется В Наших Жизнях Делая Наши Тела Наши Сердца Местом Своего Обитания Этот Сын Человеческий Этот Огонь Поедающий Этот Бог Всевышний Это Твердыня Он Обращает Свой Зор На Израиль И Говорит Это Мой Народ И Что Хочу То Буду С Ним Делать Я Буду Прославлен Через Него И Никто Не Восхитит Вас Нас из моей руки Потому что Я так Сказал А я Бог Всевышний Я Альфа И Омега Я Приду С Ангелами И Я Все Изменю Все Изменю Навсегда Потому что Я Так Хочу Я Не Буду Спрашивать У вас Разрешение Кто Бо Вы Ни Были Я Господь Всевышний Я Меняю Этот Мир И Он Обращает Свой Взор На Нас И Это Глупость Не Бояться Такого Господа Это Глупость Не Почитать Такого Господа Потому что Он Бог Всесильный А Мы Его Творение Он Говорит Что Любимое Творение А Он Бог Всесильный Только Ты Шуа Мы Славим Тебя Ты Наш Господь Ты Сын Человеческий Ты Один И Шуа Только Ты Один И Шуа Наш Господь Мой Господь Славим Тебя Здесь И Сегодня Боже Мы Смиряемся перед Тобой. Боже, Ты наш Господь. Мы превозносим Тебя. Боже, мы благословляем Тебя. Благословляем Тебя. Тот, кто приобрел нас дорогою ценой. Мы даже не осознаем, Боже, судьболноту Твоего действия. Мы даже не осознаем, Боже, насколько великое Ты сотворил, Господь. Ангелы восторгаются, а мы не осознаем. Боже, открой наши глаза, чтобы мы видели силу Твою, чтобы осознавали величие Твое. Боже, здесь и сейчас. Друзья, давайте прославим Его, поклонимся Его. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова